Добрый вечер всем! Меня зовут доктор Кентен Слейбол, и это шестой урок из серии учения о дарах Духа. И сегодня мы продолжим говорить о плоде доброты. Галатам 5 глава 22-23 стихи говорит, «Плод же Духа — любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Другими словами, это дар, который мы получили даром и развиваем в своей жизни, когда Дух Святой совершает свою работу в нашей жизни. Плод доброты. Для начала скажите, как вы думаете, если человека называют добрым? Что моментально приходит вам на ум? Чем характеризуется такой человек? Называют ли люди вас добрым человеком? Я надеюсь, что это так. Поговорите об этом сейчас. Что это значит, когда кто-то является добрым человеком? Вы можете поставить видео на паузу и поговорить об этом. Пообщайтесь насчет этого вопроса, посмейтесь, и мы скоро снова продолжим. Плод доброты — это больше, чем делать добрые дела. Это значит иметь чистое сердце и жизнь. Это включает в себя выбор поступать правильно, даже если другой выбор может принести вам большую пользу. Плод доброты дается нелегко. Он ориентирован на других. Он думает о других лучше всех и ожидает, что другие раскроют свой потенциал. Правильные поступки могут быть не самым простым путем. Это может быть трудно. Это может нам чего-то стоить. В конечном итоге плод доброты проявляется в нашем выборе того, как мы реагируем на потребности других. Матфея 5,16 говорит нам «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего на небесах». Когда мы взращиваем и являем плод доброты, мы показываем другим характер Бога. Мы становимся светом в темноте, когда поступаем правильно. Когда относимся к другим с терпением и уважением. Когда мы становимся безопасным человеком для окружающих. Во многих случаях плод доброты лучше всего проявляется в небольших решениях, которые мы принимаем, и в простых действиях, которые мы делаем каждый день. Мы решаем быть тем, кто ободряет. Мы решаем быть позитивными. Мы решаем отвечать людям добротой. Мы решаем простить и проявить милосердие. Все это характеризует плод доброты. Плод доброты в нашей жизни произрастает из доброты Божьей и той благости, которую Он проявил к нам. Только Его сила, действующая в нас, может произвести плод доброты в наших сердцах. Благость Бога проявляется в Его любви к нам и в прощении, которое Он явил нам. Это проявляется в Его милости. Это проявляется в Его благодати. Он терпелив с нами и желает для нас самого лучшего. Доброта – это суть природы Бога. В Деяниях 10.38 говорится, что Иисус приходил и творил добро. Другими словами, Он оказывал положительное влияние на тех, с кем встречался. Когда Он служил, Он исцелял, Он избавлял, Он ободрял, Он учил, Он даже воскресил нескольких людей из мертвых. Как и Иисуса, Он просит нас пойти и сделать то же самое. В Галатах 6.9 стихах сказано, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, если у нас есть возможность, давайте делать добро всем и особенно верующим. Я ободряю вас сегодня вечером. Покажите всем плод благости. Станьте примером характером Бога в своих действиях, особенно для верующих людей. Пусть плод благости будет тем, через что вас будут узнавать. Для обсуждения сегодня ответьте на вопросы, как мы можем проявлять плод доброты к другим людям? Как мы можем иметь баланс в том, чтобы ставить потребности других выше наших собственных, и при этом видеть, что наши собственные нужды также удовлетворяются? Что мы с вами можем делать, чтобы проявлять плод доброты в жизни других людей? Вы можете поговорить об этом или о том, что Дух Святой поднимет среди вашей домашней группы. После того, как вы обсудите это, я ободряю вас служить друг другу молитвой. Молитесь за членом вашей домашней группы, которые нуждаются в приумножении плода доброты. Это те люди, которые чувствуют сами, что им нужно умножение благости, но не те, кто, на ваш взгляд, нуждается в этом. Подумайте о себе, а не об окружающих людях. Пусть они станут в центр вашей группы. Возложите на них руки, пророчествуйте над ними, и призовите Божью благость, стать для них еще более реальной и проявленной в их жизни. Позвольте дарам Святого Духа действовать, когда каждый человек слушает то, что говорит Святой Дух, и действует в послушании. И все это для того, чтобы благословить группу, и чтобы все вы укрепились. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Пусть Бог благословит вас. Пусть Его благоволение идет впереди вас на этой неделе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok